МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сегодня традиционно будем говорить с гостем в студии. Рядом со мной заместитель начальника отдела Министерства образования Красноярского края Ольга Тетерина. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем мы с вами начнем разговор, я напомню, что наши телезрители тоже могут присоединиться к нашему разговору. Если вас интересует тема, вы не знаете, как оформить заявку на отдых вашего ребенка в лагерях или вам отказывают, звоните и рассказывайте, задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира 261-62-63. Звоните, постараемся на все вопросы ответить. Ольга, к вам первый вопрос. Можно ли уже подавать заявки в детские лагеря и как это сделать? Конечно, уже в настоящее время возможно подача заявлений. Через образовательные организации, где обучается ребенок, можно написать заявление о предоставлении путевки в загородный оздоровительный лагерь. При этом приобретение путевки в данном случае возможно, исходя из расчета, 70% от средней стоимости путевки будет оплачено за счет средств краевого бюджета, это свыше 12 тысяч, и около 5 тысяч необходимо будет оплатить родителям за собственные средства. Заявления будут приниматься до 15 апреля. И еще раз повторю, что в настоящее время это уже можно сделать. Форму заявления вам предложат в образовательной организации. Мы ведем речь о школьниках, правильно? Я правильно понимаю, что только школьники могут претендовать на детские лагеря? Вы знаете, у нас в Красноярском крае в этом году будет несколько видов отдыха организовано. Это лагеря с дневным пребыванием, это загородные оздоровительные лагеря, это палаточные лагеря. Так вот, мы сейчас ведем речь о предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря. Да, это дети школьного возраста могут претендовать на путевки в загородные оздоровительные лагеря. Если говорить про лагеря с дневным пребыванием, то это также ребята школьного возраста могут в период летней оздоровительной кампании попасть в лагерь с дневным пребыванием. в той образовательной организации, где они уже учатся. Хорошо. А какой-то пакет документов особенный нужно собирать? Или достаточно заявления будет? Нет, все очень в этом году упрощено. Необходимо просто написать заявление, и в качестве одного из документов необходимо будет свидетельство о рождении ребенка. Ну, либо паспорт, правильно? Либо паспорт, да, конечно. Так, давайте еще раз по порядку. Куда обратиться? К директору школы? Или нужно даже обращаться куда-то в краевую администрацию, в городскую? Давайте, может быть, адрес какой-то назовем. Значит, для того, чтобы получить путевку в загородный оздоровительный лагерь, как я уже сказала, исходя из расчета 70 к 30, необходимо обратиться в ту образовательную организацию, где обучается ребенок. То есть в школы? Все школы сориентированы, все школы имеют такие заявления, и в этой связи нужно просто обратиться или к классному руководителю, возможно, и классный руководитель осуществляет сбор заявок, в этой связи просто обратиться в школу. А кто может претендовать? Я правильно понимаю, что любой школьник? Или только льготники, например? Нет. Именно вот про ту схему, которую я вам сейчас говорю, любой школьник может претендовать на путевку. Просто в настоящее время, еще и в рамках законодательства действующего, предусмотрены действительно льготные путевки. Они осуществляются с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета, и в этой связи они бесплатны для граждан. Такие льготники есть. Это дети-инвалиды, дети из малоимущих семей и многодетные дети. Дети из многодетных семей. В этой связи необходимо будет обращаться в органы социальной защиты по месту жительства данной семьи. И в этом случае путевка для них будет бесплатна. В этом случае возможна еще и оплата проезда к месту отдыха и обратно. Хорошо. А о каких суммах вообще идет речь? Сколько сейчас, в 2018 году, может стоить путевка в детский оздоровительный загородный лагерь? В настоящее время утверждено постановление правительства, которым установлена средняя стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь в размере 17 827 рублей, из которых, как я уже сказала, 12 478 будет оплачиваться за счет средств краевого бюджета и 5 с лишним, немножечко больше 5 тысяч, это за счет родителей. Хорошо. А мы можем быть уверены в том, что все льготники получат вот эти путевки, ну, те, кто напишут заявление? Или кому-то может не хватить? Может такое быть? Еще раз, если говорить про льготные категории, то к ним относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, как я уже сказала, дети-инвалиды, дети из малоимущих и малообеспеченных семей. Вот эти льготные категории, которые определены в приоритете, которым путевки будут предоставлены, в том числе бесплатно, они имеют все шансы получить путевку в том объеме, в котором необходимо будет. Ну, все шансы есть у всех, это понятно. А отказать кому-то могут? По какой причине тогда? По льготным категориям отказ, ну, имеет только медицинские показания. Если отказ будет только по наличию медицинских противопоказаний, а также если ребенок сам откажется от того или другого лагеря, который будет предложен. Поскольку приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря осуществляется в том числе в соответствии с законодательством, и не все, соответственно, лагеря у нас подпадают под... участниками являются конкурсы и являются победителями. Так все-таки всем льготникам хватит путевок или на кого-то, может быть, не хватит? Ну, всем льготникам, всем, которые напишут заявление и которые пожелают поехать в оздоровительный лагерь, хватит. О каких суммах из бюджета речь идет? Сколько выделено денег? В настоящее время из бюджета, краевого только бюджета, предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей. Это на организацию отдыха, оздоровление детей. Традиционно в муниципальных образованиях предусматриваются средства тоже на такие же цели. И, значит, мы имеем информацию о приобретении путевок в загородные тоже оздоровительные лагеря за счет средств предприятий, которые также приобретают путевки для детей своих сотрудников. Хорошо. Ольга, я прямо сейчас хочу напомнить для всех телезрителей телефон прямого эфира 261-62-63. Сегодня мы говорим об отдыхе детей в загородных летних лагерях. Звоните, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Прямо сейчас у нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Здравствуйте, я как бы работаю на Казмашу. У нас как бы и какие вот надо будет документы предоставить, чтобы ребенок поехал в пионерский лагерь? Сколько лет ребенку где учится? У меня ребенок учится в 44-й школе в Ленинском районе. И ему это, он во втором классе, ему 7 лет, скоро будет 9. Хорошо, спасибо большое вам за вопрос. Давайте на него ответим. Точно такая же схема. Необходимо написать заявление в школу. Приобретаются путевки городом Красноярском, в том числе в оздоровительный лагерь Гренада, учредителем которого является завод Красмаш, и возможно получение путевки через, исходя из расчета, 70 к 30. Можно ли отдыхать в несколько смен? Вот такой у меня вопрос. То есть если ребенка хотят, например, на все лето отдать в лагерь, это возможно или нет? За счет вот этой схемы, про которую я говорила, возможно получение путевки один раз в год, не чаще, одного раза в год. При этом, если родители самостоятельно приобретают путевку, то в этом случае ограничений нет. То есть можно за счет субсидий один раз съездить, а остальные месяцы отдохнуть за свой счет? Да, так можно. Хорошо. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Здравствуйте, меня Марина зовут. Я сама работник бюджета. Но ребенок у меня ездит в спортивный лагерь не по путевке, допустим, который приобретают в школе, да, со скидкой. А я как работник бюджета в тот лагерь, куда мой ребенок едет, могу какую-то скидку на путевку получать или нет? Хорошо, спасибо вам за вопрос. Давайте ответим на него. Но, к сожалению, такой ситуации не предусмотрено законодательством. Возможно, только направление детей в те оздоровительные лагеря, которые есть в муниципальном образовании и в городе Красноярске, и в других муниципалитетах. Всего их 27 таких лагерей. Вот тоже по такой же схеме. К сожалению, не предусмотрена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку для родителей, не имеющих льгот. Хорошо, Ольга, спасибо вам за ответ. И прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Вы смотрите программу «Всегда на связи». Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Сегодня тема нашего разговора – отдых детей в летних лагерях. Где школьники могут отдохнуть и поправить здоровье летом? Сколько стоит путевка в детский лагерь? Когда стоит подавать заявки родителям? И как в этом году будет обеспечена безопасность в местах отдыха? Об этом сегодня традиционно говорим с гостем студии. На ваши вопросы в прямом эфире прямо сейчас отвечает гость программы. Это заместитель начальника отдела министра образования, министерства образования, простите, Красноярского края Ольга Тетерин. Ольга, расскажите, если, например, дети учатся в одной школе, там, братья, сестры, например, их трое, могут ли они в один лагерь пойти? Или может так получиться, что их распределят по-разному? Если дети обучаются в одном образовательном учреждении, то, конечно же, возможно приобретение и получение путевки в один оздоровительный лагерь. Поскольку в заявлении есть возможность выразить желание родителей и можно, соответственно, оформить заявку в один оздоровительный лагерь. А если дети учатся в разных школах, они могут в один лагерь попасть? Вы знаете, эта схема тоже, конечно, работает, но также нужно указать приоритетный лагерь и, возможно, в этом случае тоже получить путевку. А возможно и получить в другой лагерь, потому что школы расположены часто в разных районах города и разные районы получают, покупают путевки в разные оздоровительные лагеря. Но, тем не менее, такая ситуация предусмотрена. Распределение путевок осуществляется, соответственно, людьми и комиссией, в которую входят представители. И, соответственно, можно получить и по этой. Хорошо. Расскажите, в какие лагеря вообще путевки в этом году предоставляют? И давайте о них что-то расскажем. Может быть, есть с каким-то уклоном лагерь, там, спортивный, какой-нибудь математический, но я совсем условно уже. Традиционно система отдыха в Красноярском крае, как я уже говорила, состоит из лагерей с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря и палаточные лагеря. Конечно же, загородные оздоровительные лагеря имеют возможность оздоравливать детей и обеспечивать лечение. Такие лагеря у нас санаторно-оздоровительные лагеря, их два, расположенные в Минусинском районе и в Рыбинском районе, они санаторно-курортные. Есть лагеря профильные, в которых реализуются различные программы различной направленности, в том числе, естественно, научной направленности, физико-математической направленности, гуманитарной направленности. Такие лагеря есть и в краевой собственности, а также в муниципальной собственности. Конечно же, в туристских лагерях программы туристской направленности, краеведческой направленности. Да, в лагерях с дневным пребыванием тоже различные виды программ присутствуют, и мы про это, я хотела бы немножечко дальше сказать, министерством ежегодно формируется реестр оздоровительных организаций, в который мы включаем в том числе сведения о каких программах, какие программы реализуются в том или ином лагере. В связи с чем в ближайшее время завершится его формирование этого реестра, и мы на сайте официальном размещаем всю необходимую информацию. При этом, когда родитель захочет отправить ребенка, он может изучить краткую аннотацию к программе, к условиям пребывания и проживания ребенка. Хорошо, давайте теперь о мерах безопасности поговорим, мне кажется, это очень важный вопрос. Как-то этот момент усовершенствовался, камеры, охрана, может быть, что еще, вообще какие меры в этом году предприняты будут? Спасибо за вопрос, и пользуясь случаем, я хотела бы обратиться к родителям, еще раз напомнить, что министерством осуществляется формирование реестра, и если родители запланировали направить ребенка на отдых и оздоровление, рекомендую уделить несколько минуточек своего времени и посмотреть, включен ли этот оздоровительный лагерь в этот реестр. Поскольку реестр согласуется со всеми надзорными правоохранительными органами, про эти лагеря, значит, знают все вот эти структуры. Соответственно, эти лагеря будут проверены на предмет безопасности, в том числе на их соответствие санитарному законодательству, правилам пожарной безопасности, а также стандарту безопасности. И если какого-то лагеря, в который планируется направить ребенка, нет в этом реестре, нужно очень внимательно подумать, поскольку в том числе безопасность необходимо обеспечить и в том числе за счет этого реестра. Хорошо, а что входит в эти стандарты безопасности? Стандарт безопасности, действующий на территории Красноярского края, он относится только к загородным оздоровительным лагерям. В этот стандарт безопасности включены требования к обеспечению охраны, и все загородные оздоровительные лагеря у нас обеспечены охраной. Во всех лагерях имеются камеры видеонаблюдения, во всех лагерях установлены кнопки тревожного вызова. Все лагеря имеют, которые открываются, все лагеря имеют заключение надзорных органов или разрешение на их открытие. Хорошо, вот в прошлом году была ситуация, наша съемочная группа смогла беспрепятственно попасть на территорию одного из загородных лагерей и даже вывезти оттуда ребенка. Вот такой эксперимент мы проводили. Вы какие-то проверки ведете, чтобы вот такие ситуации не случались, чтобы избежать такого? Конечно, конечно. Проверки постоянно проводятся. В рамках стандарта безопасности в каждую смену мы проводим проверки. Смотрим в том числе и момент, про который вы сейчас рассказали, в обязательном порядке. Перед открытием еще оздоровительных организаций в рамках стандарта формируются муниципальные комиссии, которые приезжают в лагерь и смотрят безопасность, как обеспечено с точки зрения физической безопасности, антитеррористической защищенности объекта, пожарной безопасности. И если есть какие-то малейшие какие-то нарушения, то муниципальная комиссия тоже не принимает данный оздоровительный лагерь и рекомендует устранить все те нарушения, которые они увидели. И в течение, соответственно, сезона проводятся такие проверки. Кроме этого, надзорными органами, правоохранительными органами проводятся проверки еще и в течение функционирования лагеря. А это какие-то плановые проверки? Как часто они проходят? Или по заявлениям? Или спонтанные проверки бывают? Ну, если есть заявления от родителей, и они поступают в надзорные органы, к примеру, в Роспотребнадзор, то, соответственно, проверка проводится вне плановой. А перед открытием это плановые проверки. Они запланированы во всех надзорных органах. А стандарт безопасности мы проверяем ежемесячно, один раз, вернее, в сезон. Хорошо. Давайте о школьных лагерях еще поговорим. На каких условиях туда можно попасть, что родители для этого должны сделать? В лагерь с дневным пребыванием тоже никаких дополнительных условий, чтобы попасть, не требуется. В рамках законодательства предусмотрена оплата стоимости набора продуктов питания или организации питания, точно так же, как по путевкам. 70% за счет средств краевого бюджета и 30% за счет родителей. Стоимость питания на одного ребенка в день для центральной группы районов составляет 145 рублей, а для северных территорий 245. Вот из этой суммы 30% оплачиваем, соответственно, краевой бюджет и 70% и 30% родителей. То есть это, если в денежном эквиваленте, это около 1 тысячи рублей родители должны доплатить за 21 день нахождение ребенка в лагере с дневным пребыванием. А есть какое-то ограничение? Например, одна школа может принять 500 детей в детский лагерь, вот этот дневной. Ну, как правило, ограничений таких нет, и школа сама планирует, сколько она может принять таких детей. Поэтому мы ограничивать не можем. Хорошо. Я напомню для наших телезрителей телефон прямого эфира 261-62-63. Если у вас есть вопросы, у нас остается 5 минут до конца программы, вы можете позвонить и задать свой вопрос. Напоминаю, что сегодня мы говорим об отдыхе в детских лагерях 261-62-63. Еще раз напоминаю. Ольга, к вам вопрос. Как готовится инфраструктура сейчас в детских садах? Наверняка какие-то работы там уже проводятся, ремонты, может быть, еще что-то? Действительно, подготовку к летней кампании нового года мы начинаем ровно тогда, когда заканчиваем оздоровительную кампанию в предыдущем году. Соответственно, сейчас очень активно уже началась подготовка к летней кампании. Что касается инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, то в краевом бюджете ежегодно предусматриваются средства. В 2018 году это свыше 123 миллионов рублей на модернизацию инфраструктурных объектов в муниципальных лагерей. Что мы планируем? Мы планируем строить новые жилые корпуса, и такая практика уже присутствует несколько лет. В этом году мы построим 5 новых жилых корпусов, 2 медицинских блока и 5 спортивных современных площадок. А также проведем текущие капитальные ремонты в 13 оздоровительных лагерях. В настоящее время, конечно же, проводится в том числе и подготовка персонала. Еще хочется отметить, что весь персонал, который работает в загородных оздоровительных лагерях на пищеблоке, в обязательном порядке проходит обследование на вирусоносительство. Что это тоже в том числе дополнительная безопасность наших детей. А что касается площадок, может быть благоустройство какое-то, может быть поля какие-то футбольные новые строят? Есть так? Пять спортивных площадок, которые мы планируем. Это современные площадки, которые могут использоваться потом в дальнейшем. Такие тоже у нас предусмотрены. А как вы считаете, если бы детям уже сейчас нужно было идти в лагеря, лагеря готовы их сейчас принять или все-таки какая-то работа еще будет продолжаться? Сейчас, конечно, еще и не все лагеря готовы принять детей, поскольку природно-климатические условия еще не позволяют. У нас еще в некоторых местах... Нет, а что касается именно ремонтов, установки оборудования... Ну, соответственно, поскольку сейчас погода не позволяет в полном объеме осуществить подготовительные мероприятия, они, конечно же, будут продолжены и в апреле, и в мае, и в некоторых местах, и в июне, в начале июня. Когда лагеря уже примут детей? С какого числа? Есть круглогодичные лагеря, в которых есть отопление. Такие лагеря у нас начинают сезоны с 1 июня, со 2, с 3 июня. Есть лагеря летние, которым необходимо время, и они начинают после 15 июня. Ну, то есть все они летом будут готовы принять детей? Хорошо. Если вдруг кто-то постеснялся, может быть, не позвонил в прямой эфир, но вопросы остались, по каким номерам могут люди позвонить и задать свои вопросы, проконсультироваться? Можно позвонить по телефону 201-76-15 и проконсультироваться по каким-то интересующим вопросам. Хорошо. И давайте еще раз напомним, какие все-таки документы нужно собирать, не нужно, и куда обращаться с этими документами, чтобы ребенок в лагерь в этом году обязательно попал. Еще раз хочется отметить, что дети из малоимущих семей, многодетных, дети-инвалиды, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Дети, которые претендуют на приобретение путевки из расчета, часть оплаты за счет родителей, часть за счет средств краевого бюджета в образовательные организации. Хорошо. Спасибо вам большое, что вы пришли в нашу студию. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была заместитель начальника отдела Министерства образования Красноярского края Ольга Тетерина. Ольга, спасибо вам еще раз. Сегодня мы говорили об отдыхе детей в детских лагерях. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас ровно через неделю, в четверг в 20.05. Будут новые гости, новые интересные разговоры. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok